Сегодня Scotland Yard опубликовал первые результаты вскрытия тела Бориса Березовского и они стали сенсацией. Теперь объявлено о специальном расследовании фактов, связанных со смертью российского бизнесмена. Процедура начнется 28 марта. Что же могло случиться в тот день, когда Березовский остался один в огромном особняке в пригороде Лондона? Выяснял наш собственный корреспондент Дмитрий Сошин. Мнение патологоанатома призвано объяснить необъяснимое, ведь смерть Бориса Березовского британская полиция до сих пор считает необъяснимой. Но протокол вскрытия дает лишь повод для новых вопросов. Этот документ сегодня появился в интернете. Результаты посмертного вскрытия, проведенного патологоанатомом МВД, показали, что причина смерти соответствует версии повешения. Патологоанатом не нашел ничего, что указывало бы на насилие и борьбу. Дальнейшие тесты также будут осуществляться, в том числе в области токсикологии и гистологии. Для получения их результатов, вероятно, потребуется несколько недель. Что значит соответствует версии повешения? Он повесился или его повесили? Если самоубийство, почему тело обнаружили на полу? Ни протокол, ни предварительные заявления полиции этого не объясняют. Накануне Галина Бешарова, бывшая жена олигарха, рассказала его друзьям, что в ванной рядом с телом бизнесмена видела шарф. Березовский скончался в ее доме, и Галина оказалась в нем вместе с врачами-скорой. По данным газеты «Гардиан», Бешарова первая заметила, что с помощью шарфа Березовский мог свести счеты с жизнью. Но тогда почему этот шарф лежал в стороне? Странно и то, что смерть Бориса Березовского внезапно перестала быть новостью для британских журналистов. Поначалу ведущие телеканалы буквально пережевывали все обстоятельства его загадочной жизни и кончины. Но когда криминалисты сообщили сенсационную новость об обстоятельствах его смерти, Березовский вдруг перестал быть новостью. Он просто исчез с экрана. Телохранитель, он первым нашел Березовского мертвым и вызвал скорую, тоже исчез. Сообщается, что раньше он работал в израильской спецслужбе «Моссад». В Британии тем временем заговорили о том, что олигарх удивительным образом умер в тот момент, когда перестал критиковать российскую власть и захотел вернуться домой. Политолог Марк МакКолли не исключает. Кое-кому в Лондоне очень не хотелось, чтобы Березовский заговорил по-другому. Если это и британские власти, то действовали они не напрямую. Это слишком рискованно. Могли бы эти силы в бизнес-сообществе за его пределами, которым не нравилось то, что делал Березовский. Он же противоречивая личность, создавал скандалы. Говорил, что ему угрожают, и угрожают не только в России. И кто знает, кому-то в британском бизнесе могло это не понравиться. Эти силы могли быть заинтересованы в его смерти. В четверг начинается так называемое судебное расследование. Его, как расследование убийства Александра Литвиненко, могут со временем перевести в закрытый режим. То есть попросту засекретить. Я абсолютно уверен, что у Бориса были бы возможности уйти из жизни, если бы он этого захотел, значительно более достойно, более безболезненно, может быть, более эффектно. Это очень не похоже на его модус операнте. На сегодняшний день мы даже не можем стопроцентно утверждать, что он умер именно в этом месте. То есть, если это, например, было бы убийство, то, может быть, следы нужно искать где-нибудь в другом месте в доме. Однако весь дом опечатан полицией. Березовский в свое время просил английские спецслужбы выделить ему дополнительную охрану. Хотя до недавнего времени у него была своя служба безопасности. Если британское государство действительно охраняло Березовского, по какой-то причине охранники совершили большую ошибку, оставив его дома одного. Дмитрий Сошин, Павел Ихалетов, Юлия Заграничного. Первый канал. Лондон.